Вот я уже провязала нужную мне высоту, у меня получилась резиночка 14,5 см на отворотик наш, и сам узорчик у меня получился 18,5 см, но это я опять же повторюсь, я вязала удлиненную. Если вы будете вязать коротенькую классическую с бубончиком шапочку, то вам будет достаточно сантиметров 13-14 см, я думаю будет достаточно именно вот этого узорчика 13-14 см. И сейчас смотрите, я закончила уже на, как бы у меня сейчас будет пятый ряд, вот этот как раз таки поворотик, то есть вот у меня будет сейчас опять же вот эта елочка поворачиваться. И мы начинаем, смотрите, нам сейчас понадобится снова дополнительная спица, и вот я ее тут положу, вот так вот, смотрите, первую кромочную мы снимаем, затем вяжем 4 наши изнаночные. 1, 2, 3, 4. Теперь берем спицу нашу дополнительную, и снова все как прежде, 4 мы снимаем на дополнительную перед работой. Но, обратите внимание, сейчас я буду вязать, смотрите, дополнительную, приставляете к основной спице, к нашей левой, и вязать я буду, смотрите, с одной спицы и со второй спицы лицевую. То есть, смотрите, за 2 петельки, то есть с одной спицы я беру, как лицевую захватываю, и со второй, и провязывая лицевую вместе 2. То есть, как бы вот эти 4, которые на дополнительной спице, я провязываю с теми 4 петельками остальными. С той спицы. Вот, смотрите, я вместе провязала, у меня получилось вместо 8 петельок перед изнаночной всего лишь 4. Я просто их провязала лицевой за 2 петельки, то есть с первой спицы и со второй. Теперь, что мы делаем? Изнаночную мы так и провязываем изнаночной, как и прежде. И 4 следующие петельки мы снимаем на дополнительную спицу и оставляем за работой. Но тоже будем вязать таким же образом. Смотрите, приставляете 2 спицы вместе, причем основная спица у вас спереди, дополнительная сзади. И тоже здесь лицевую захватываете, но еще не провязываете, захватили просто. И со второй, и вместе провязываете лицевой, снимаем. Дальше снова здесь лицевую захватываете, как бы не провязывать еще, и здесь захватываете. И вместе провязываете лицевой. Это вторая у нас уже. Теперь третью здесь захватили, и здесь захватили. Будет немножечко неудобно, но вы поворачивайте, как вам удобно, петельки. Обязательно следите за тем, чтобы наши косички ложились ровненько. То есть все как прежде, за наши передние стеночки. Смотрите, снова у нас вместо вторых 8 петелек снова 4. Теперь наши 4 изнаночные, так и провязываем 4 изнаночные. 3, 4. Подошли к тому месту, где у нас наша косичка. И снова на дополнительную спицу 4 петельки перед работой. И вместе провязываем с обеих спиц вот так вот, по 2 петельки вместе. Уже 3 я провязала. И четвертую. Изнаночную. Так и провязываем изнаночную. Смотрите, таким образом мы делаем такие сокращения. Смотрите, у нас было по 8 петелек между изнаночными лицевых. Мы сделали 4. Теперь снова дошли до того места, где у нас после изнаночной 8 петелек лицевых. Теперь 4 на дополнительную спицу, но уже за работой. И снова провязываем их вместе. То есть с первой спицы петельку, со второй спицы петельку, вместе лицевой. С первой спицы петельку, со второй спицы петельку. И вместе лицевой. И так вам нужно провязать до конца ряда вот эти косички. Убавлять в каждой косичке получается по 8 петелек. Изнаночные провязываете без изменения изнаночными. Смотрите, там где у вас было по 8 лицевых петелек между одной изнаночной, у вас должно стать теперь 4 петельки между изнаночными. Затем 4 изнаночные, 4 лицевые, изнаночные, 4 лицевые. То есть и так далее. Вам нужно до конца этого ряда убавить полностью в каждой вот этой вот косичке по 4 петельки. То есть вот в каждом жгутике и в каждой косичке получается 4 и 4, это по 8 петелек убрать. У вас должно получиться, сейчас состояло из 17 петелек вот эта косичка. А теперь она у вас состоит из 9, то есть 4, изнаночная и 4. До конца ряда провяжите таким образом. Провязав лицевую сторону до конца, разворачиваете и вяжете изнаночку по рисунку. Первую кромочную снимаете, затем у вас идут изнаночные, вяжите их изнаночными, 4. Затем 1 лицевая, снова 4 изнаночные. 4 лицевые, так и провязываете из 4 лицевыми. В общем, все вяжете по рисунку до конца ряда. Повернув на лицевую сторону кромочную, снимаем, затем 4 изнаночные, так и провязываем 4 изнаночные. А теперь нам нужно в середине косички вот этой вот, нам нужно сократить петельки. То есть мы сейчас 3 лицевых провязываем тремя лицевыми, как без изменения прежде. Теперь снимаем лицевую изнаночную, ой, как и прежде. Затем идет лицевая, изнаночная, лицевая. Мы их провязываем вместе лицевой. Затем у нас остается 3 лицевые, мы их довязываем. 3 лицевые, 4 изнаночные провязываем, 4 изнаночные без изменения. Затем снова подошли к косичке. Из нее 3 лицевых провязываем по отдельности тремя лицевыми. И лицевую, изнаночную, лицевую провязываем вместе одной лицевой. И 3 лицевые довязываем 3 лицевые. 4 изнаночные провязываем, 4 изнаночные, и снова подошли к косичке. И так, таким образом, в этом ряду нам нужно убавить средние 3 петли. То есть лицевую, изнаночную, лицевую по серединке. То есть нашу изнаночную, которая отделяла, вот серединка нашей косички. И с боковых сторон по одной лицевой в серединке сократить. Так до конца ряда изнаночные провязываем изнаночными без изменения. На изнаночной стороне кромочную снимаем и вяжем полностью все петли, которые у нас идут изнаночными. Так и провязываем их изнаночными. В этом ряду нас интересуют вот эти 4 лицевые. То есть с лицевой стороны они у нас 4 изнаночные. Мы сейчас провязываем 2 лицевые вместе одной лицевой. И вторые 2 лицевые тоже вместе лицевой. То есть мы сейчас делаем убавление только вот этих вот 4 лицевых, вот этих вот петелечки. Мы сейчас будем сокращать. Из 4 делать 2. То есть 2 вместе провязывать лицевыми и 2 вместе лицевыми. Ну то есть, в общем, я еще раз вам объясню, я непонятно как-то сказала. Из 4 мы первую пару вместе провязываем одной петлей и вторую пару вместе лицевой одной петлей. То есть из 4 сокращаем 2. Изнаночные, те которые у нас, мы вяжем без изменения, так и провязываем их изнаночными. Две лицевые провязываем вместе лицевой и вторую пару лицевых провязываем тоже вместе лицевой. В общем, в этом ряду на изнаночной стороне сокращаете только вот эти вот лицевые столбики. Из четырех делаете две. Теперь в лицевом ряду кромочную снимаем, две изнаночные провязываем изнаночными. Теперь, смотрите, нам снова две петельки нужно провязать лицевыми и три средние убавить. То есть, смотрите, две лицевые провязываем первые лицевыми, теперь три средние лицевые провязываем одной лицевой и две лицевые, следующие провязываем две лицевой. То есть, таким образом, мы снова убавляем посерединке петельки. Две изнаночные, так и провязываем две изнаночные. Теперь снова вот 2 лицевые, 3 лицевые вместе 1 лицевой и 2 лицевые, довязываем 2 лицевые, 2 изнаночные и снова 2 лицевые, 3 лицевые вместе 1 лицевой и 2 лицевые довязываем. И так в этом ряду, так до конца рядом. На изнаночной стороне кромочную снимаем и теперь все изнаночные вяжем изнаночными, без сокращения. А вот 2 лицевые вместе провязываем 1 лицевой. Снова изнаночные без изменения, все изнаночные 5 и 2 лицевые провязываем вместе 1 лицевой. И так до конца сокращаем, только 2 лицевые, 1 лицевой вместе. В лицевом ряду кромочную снимаем, изнаночную провязываем изнаночной. Теперь провязываем 1 лицевую, 3 средние снова провязываем вместе лицевой и крайнюю лицевую так провязываете лицевой. Изнаночную провязываете изнаночной, лицевая, 3 лицевой вместе и 1 лицевая. Изнаночная, лицевая, 3 вместе лицевой и снова лицевая. И так до конца ряда. Поворачиваем на изнаночную сторону и теперь смотрите, кромочную не снимаете, а снимаете вторую. Нанизываете как бы на первую, вторую, третью, четвертую. Смотрите, первую кромочную не снимаете, а все петельки нанизываете как бы на нее. То есть снимаете, последующие петельки снимаете, вот так вот нанизываете, нанизываете, до конца оставшиеся петельки. Вот так вот. Можете по две петельки, кому удобно. У меня не толстая ниточка, поэтому мне как бы удобно по две петельки нанизывать. Нанизываете до конца. Будет немножечко туго, не слишком все легко. Немножечко подтяните кромочную, то есть как бы подвытяните ее, чтобы было удобно. И теперь вот так вот подвытяните немножечко ее и оставляете вот так вот на спице. Я переодела на короткую спицу, мне так будет гораздо удобнее. Теперь берем, слаживаем нашу шапочку лицевой стороной. То есть смотрите, у меня лицевая сторона, наши косички. И берем краешек, который вот этот остался у нас после набора петелек. Вот, берем наш краешек, находим наши кромочные. То есть чтобы вот была крайняя-крайняя-крайняя петелька, вот косичка. То же самое и с этой стороны. И теперь берем вот так, натягиваем пальчиком ниточку и вводим в эту последнюю кромочную и в эту с одной стороны и с другой стороны. И вытаскиваем петельку. Теперь, во вторую, точно так же вводим крючок в одну стеночку, во вторую стеночку в петельку. Выводите вот так вот петельку и делаете протяжку. Как бы своего рода соединительные столбики делаете. Я думаю, что если вы предыдущие уроки мои смотрели, мы точно так же там сшивали края. Вот, с одной стороны и с другой стороны в крайние петельки и делаете протяжку. С одной стороны и с другой стороны и делаете протяжку. И так нам нужно сшить. В принципе, пока не закончится моя ниточка, я буду сшивать. Вам нужно сшить таким образом, чтобы у вас как бы внутренняя сторона шапочки от ворота, вот этого, как бы немножечко была сшита. Вот сейчас я покажу до каких пор. И пока мне, честно говоря, не видно, как бы вам объяснить. Сейчас мы еще немножечко сошьем край. Теперь смотрите. Нам нужно сшить до тех пор, пока у нас будет вот этот отворот. То есть, если вы сошьете с нашей, получается, лицевой стороны вот этот шовчик, делаете, то при отвороте у вас, как вы видите, не будет нарушаться рисунок. То есть, у вас все здесь красивенько, гладенько идет резинкой 2х2. Вот, до тех пор, пока у нас не закончится вот этот отворот с лицевой стороны, вам нужно сшить. То есть, можете сшить где-то сантиметра полтора-два до конца резинки нашей. То есть, до вот этих моментов сшиваете. И так, вот, я дошивала до 2х сантиметров до конца резинки. И теперь выворачиваю на изнаночную сторону вместе со своей вот этой вот резиночкой. Если у вас были соединения ниточек, смотрите, их вдеваете, получается, в краешки, как бы, петели. То есть, чтобы они у вас не торчали, эти краешки, на лицевой стороне. Смотрите, выворачиваем. И немножечко подтяните себе ниточку. То есть, чтобы у вас, как бы, нитка была свободная от мотка. Теперь, поворачиваете той стороной, которой вам удобно. Мне, например, я правша, мне удобно на вот эту сторону. То есть, на правую руку, как бы, на клоу. Вот, смотрите, что мы сейчас делаем. Берем крючок и вот так вот меняем, получается, спицу. Там, на которую собирали петельку кромочную, меняем спицу на крючок. Вот так вот вытягиваем крючок. Ой, спицу вытягиваем. И закрепляем одной воздушной петелькой наши вот эти, получается, петли, которые мы нанизывали. Вот так вот, закрепляем. И теперь тоже находим наши крайние петельки кромочные. И вводим сначала в одну стеночку, потом во вторую стеночку, в крайние, обязательно в крайние петельки. Если вы будете вводить не крайние, у вас нарушится узорчик, рисуночек нарушится. И так вот, ввели в одну стенку, во вторую стенку, протяжку. В одну стеночку, во вторую стеночку, в крайние, еще раз повторюсь, петельки кромочные, протяжка. В одну стеночку, во вторую стеночку и протяжка. Таким образом, вам нужно сшить до момента, как раз-таки, где мы закончили сшивать с лицевой стороны. То есть, до вот этого момента вам нужно сшивать, пока не дойдете, вот до вот этого момента, где мы закончили. Вот эту всю сторону, с изнаночной стороны, полностью нужно сшить протяжками. Если вы будете сшивать правильно, то у вас узорчик, рисунок должен совпасть. То есть, после изнаночных у вас сразу начинается косичка. Здесь тоже после изнаночных косичка. То есть, у вас, если вы будете сшивать по кромочным, у вас как бы идет продолжение рисунка. То есть, не видно шва. Вот, я довязала до конца. У вас осталась длинная такая ниточка и петелька. Вот, хорошо подтягиваете петельку и обрезаете ниточку. Вытягиваете с внешней стороны нашу ниточку, которая осталась с той стороны. И на одной стороне вот так вот их связываете. То есть, на одной стороне косички, как бы так вот, тайменько, скажем так, вот, завязываете узелочек. Вот. И этот краешек ниточки прячете между нашими вот этими косичками. Чтобы не видно было максимально его. И таким образом убираете вот эти кончики, ниточек между косичками. Стрятали наши кончики. Смотрите, чтобы у вас здесь не было никаких дырочек стыковых. И выворачиваете на лицевую сторону нашу шапочку. Расправляете ее хорошо. Поворачиваете. Вот так вот наш отворотик делаете. И смотрите, у нас место, где у нас шов, 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 вот видите, ничего в принципе не видно. Как наша шапочка идет, так она и идет. Смотрите, вот получилась у нас вот такая замечательная шапочка. Я надеюсь, что вам мой видеоурок понравился. Если понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровно в петели к вам. Пока-пока.